Приветствую вас. Вам мне кажется нужно сейчас на данный момент укрепиться в мысли, что вы живете не своя жизнь сейчас. Вот сейчас, прямо здесь и сейчас вы живете не своя жизнь, вы живете потому что, ну вот боитесь, я не знаю, не боитесь, а думаете, думаете, что важно то, что вы провели через 4 года и считаете, что почему-то вас вдохнуть своей мамой. Ну вот, при этом вы не до конца признаете тот факт, что вы как бы не согласны с мамой. У вас есть другое видение. Но вместо тем вы считаете, что вы ей должны и... ну вы не очень понимаете, что именно вы ей должны. Я так думаю. То есть, ну... какая может быть ситуация, что вы ей должны, ну вот, ну например, она оплачивала, оплачивала ваше обучение. Хорошо. Она оплачивала ваше обучение. Допустим, вы даете деньги за обучение, ну там, в течение какого-то количества времени. Разве вы... уйдя в другую школу не быстрее заработаете эти деньги? Или успел? Или что? уйдя в другую школу. Вообще, у меня складывается ощущение, что вы пошли для мамы преподавателем. Ну вот. И... в какой-то степени вы сами... согласны с ней в том, что... что это позор. Если... вы... перейдете в другую школу. Я, правда, не понял, а в чем... позор. Конкретно. Что конкретно позорного вы делаете, если приходите в другую... школу? А... какое дело для этого маме? И какой... вы... имеете отношение? И здесь мы подходим к очень интересному моменту. А именно, к тому, что вам важно мнение других людей. А... чтобы сразу было понятно, мнение окружающих важно всем. Более того, это источник обратной связи, живой обратной связи, которая помогает нам какие-то свои действия корректировать. Но, что происходит, когда случайная, живая обратная связь, она именно что... случайная, но практически всегда случайная. начинает определять наш вектор. Что происходит, когда мнение другого человека, просто зависит от настроения, от... там... погоды, удачи-неудачи, собственно и так далее. Начинает определять наш вектор жизни. Вот в этом случае и... появляется... позор. В этом случае появляется чувство сына. В этом случае появляется чувство вины. А... Но... чувство вины... появляется еще и... из... 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 других чувств. Своим... чувство вины появляется у вас еще и... на других основаниях. которые находятся в вас. Ну, эти основания находятся в вас. Ну, эти основания находятся в вас. Какие, например, основания... Давайте попробуем. Значит, как выглядит чувство вины. Я учился четыре года, не могу же я теперь расстроить свою маму, не оправдать ее ожидания тем, что перейду в другую школу. И, наверное, на бытовом языке это звучит вполне нормально, вполне адекватно, вполне привычно. Давайте подумаем, я еще раз повторю эту фразу, я чувствую себя виноватым, потому что четыре года учился, и не могу теперь уйти в другую школу, потому что, ну как же я могу расстроить свою маму или не оправдать ее ожидания. В чем особенность этой фразы? В чем особенность такого мышления? Особенность в том, что здесь нет вас, нет меня. Здесь есть другой человек, но нет меня. Здесь есть его желания, но нет моих. Здесь есть его воля, его ожидания, его потребности, его чувства, его эмоции, но не мои. Я здесь, это как просто средство, которое может испытывать вину за то, что оно не является идеальным для другого человека, не удовлетворяя его потребности. Все бы ничего, все бы ничего, но мы говорим о человеке, мы говорим о живом человеке, мы говорим о вас, и обо мне, и о ком-то еще. Знаете? И мы говорим о том, что для вас интереснее то, что хочет мама. Интереснее для вас, только подумают другие. Интереснее для вас, там, я не знаю, неоправданные ожидания мамы, но не интересны вы сами себе. Не интересна вам, простите, ваша работа. У меня нет ощущения, что она вам интересна, потому что, ну, я честно скажу, вам это, скорее всего, не понравится, но преподавательская деятельность, то есть процесс обучения, он же безликий, он же безликий. Нет разницы, кому преподавать, вы преподаете особенным детям, вы преподаете, там, обычным детям и так далее, вот. Наоборот, особенным детям преподавать несколько важнее, ну, потому что их важнее интегрировать в общество, вот. Нет ничего плохого в том, что вам хочется комфорта, нет ничего плохого в том, что вам хочется легкости, в этом ничего плохого нет. Настоит подумать о том, готовы ли вы и хотите ли вы действительно обучать других людей. Потому что обучение – это не механический процесс. Обучение – это творчество в какой-то степени. Обучение – это процесс передачи знаний. Он не может быть механическим. Понимаете? Ну, я имею в виду, если, если мы хотим качественно передавать материалы. Вот. Понимаете? Я уже молчу о том, что, ну, профессии учителя, если вы живёте в странах СНГ, больших денег не заработать. Вот. К сожалению. Поэтому я рекомендую вам здесь тоже посмотреть вообще, что вам в этом интересно. Вот. Почему для вас интереснее, что думает кто-то, а даже ваша мама? Почему для вас интереснее? Ага. Вот. Условно говоря, выбирая интерес вашей мамы как приоритетный, вы следуете своему сердцу или вы следуете с чем-нибудь другому. Задайте себе этот вопрос. В заключение могу сказать вам следующее. Подумайте о том, как вы относитесь к своей маме. Ну, вообще в целом. Подумайте о том, что бы вы хотели ей сказать. Не обязательно это говорить. Если хотите, скажите, но не обязательно. Просто подумайте, что бы вы хотели ей сказать. Ну, вот так вот, в принципе, на скидку. Придумайте чисто про себя. И подумайте, вот то, что вы хотите сказать ей. Как определять ваше отношение к ней, к учёбе, к позору, к чувству вины. Вот. Смотрите. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ был полезен вам. Я желаю вам всего самого доброго. Я надеюсь, что у вас появится обратная связь, которую вы поделитесь, и это подходит началом для психотерапии, которая сделает вашу жизнь лучше. Это вообще не очень. Я надеюсь, что это почерпит, это очень плохо, как мне еще